Космический план обсуждают и в ЦСКБ «Прогресс». Там начала работу уже третья по счету Всероссийская научно-техническая конференция по актуальным проблемам ракетно-космической техники. Козловские чтения. На докладах последние разработки ученых профильных заводов и вузов со всей страны. Идеи от самарских предприятий выглядят по-столичному, как от космической столицы страны. Сергей Шиханов еще молодой аспирант, но уже подковал свою космическую блоху. Детали, над которыми он работает с коллегами, позволяют не только усовершенствовать космические аппараты, но и сэкономить государству миллиарды рублей. А сегодня он участник третьей Всероссийской конференции по актуальным проблемам ракетно-космической техники. Моя тема общей диссертации – это установка электроактивных двигателей на аппараты дистанционного зондирования Земли для поддержания их эффективности. С помощью доработок этих аппаратов, установки на них двигателей малой тяги, мы продлеваем их срок службы. То бишь, было 5 лет, стало 7 лет. Конференции по-другому называются «Козловские чтения» в честь памяти выдающегося ученого и бывшего руководителя ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Козлова. В нынешней программе более 140 докладов. Со всех профильных предприятий России съехались 250 участников. Хотелось бы, чтобы научно-техническая конференция имела свое практическое применение и те разработки, которые вы будете предлагать, представлять на этой технической конференции, нашли свое применение на наших промышленных предприятиях Самарской области. Самарский профильный кластер сегодня претендует на звание Космического центра России. И масштабы новых проектов тоже космические. В этом году ЦСКБ «Прогресс» осуществило 11 пусковых компаний. Успехом увенчалась и спутниковая программа. Нужны новые идеи для усовершенствования ракет и космических аппаратов. Большие планы сотрудничества предприятие строит с университетом. Вместе со СГАУ мы выиграли проект по 218-му восстановлению, который предписывает нам создать технологию по конструкции, по производственной линейке малых аппаратов. И эту технологию мы собираемся создать в ИИКИ-3. Сейчас идут все инженерные работы подготовительные и строительные. Заказано оборудование. И в этом году будет получено линейка оборудования для монтажа в этом корпусе. И практически в ближайшие годы мы эту технологию должны с вами в ИИКИ-3 сформировать. Сегодня задача стоит, чтобы наш аэрокосмический вуз вошел в сотни лучших университетов планеты и конкурировал бы на уровне Беркли и Кембриджа. Для этого государство оказывает особую поддержку 15 учебным заведениям. Изменится и структура СГАУ. Юридически уже оформлен НИИ космического машиностроения, а скоро в его составе появятся новые подразделения. В рамках вот этого проекта 15 вузов, которые выиграли, будут менять свою структуру. И мы договорились, что в структуре нашего университета будут созданы, помимо НИИ космического машиностроения, институт новых материалов. Без чего развивать ни ракетно-космическую, ни авиационную технику, ни другие, ни автомобильстроения, ни другие отрасли невозможно. Будет создан институт микро-наноэлектроники и приборостроения. А те шаги, которые делают сегодня молодые ученые на всероссийских козловских чтениях, возможно, станут основой для будущего развития космонавтики. Олег Зверев, Алексей Вельмискин. Новости губернии.